Приветствую! Это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. В 1998 году появился замечательный фильм «Спасти рядового Райана». В нём нашлось место и истории, и невиданному по тем временам реализму, и интересным персонажам. Кинокартину ждал грандиозный успех, но не только. Были и зависть, и даже какая-то ненависть. Особенно в России. Одним мерещилась американская пропаганда, которой, кстати, в фильме и близко нет. Мол, нам впаривают, что во Второй мировой победили американцы, поэтому нужно срочно готовить адекватный ответ. Другие посчитали, что расшифровали секретный код успеха Райана, и смогут сделать то же самое, но только гораздо круче. Великую страну стали бомбардировать великими картинами о Великой войне. Следующая всегда была великие, чем предыдущая, и так далее. В общем, за 15 лет на свет была вывалена целая куча фильмов и сериалов о Великой Отечественной. Творцы клятвенно заверяли в документальности и историчности своих произведений. Однако чаще всего очумевшего зрителя ждало лишь вранье, трэш и чернуха. Фильмы полные презрения к подвигу советского народа и ненависти к этому народу. Но вот на горизонте нарисовался Сталинград. Большой бюджет, титулованный клипмейкер на режиссерском кресле, IMAX 3D и, как обычно, три короба заверений об историчности, документальности и титанических усилиях кучи спецов. Давайте же посмотрим, каким на самом деле получился Сталинград. Вспомним спасти рядового Райана и оценим, как отнеслись к истории и подвигу ветеранов создатели обеих картин. С чего начинается Райан? С того, как некий пожилой человек вместе со своей семьей приходит на мемориальное кладбище, где захоронены павшие во Второй мировой. На глазах у старика слезы, на лицо сильное душевное волнение. Сразу ясно, это ветеран Второй мировой, пришедший почтить память боевых товарищей. То есть с первых минут формируется уместная атмосфера, показанное место и человек, имеющий непосредственное отношение к тому, о чем будет рассказывать фильм. С чего начинается Сталинград? А с Японии землетрясение почетного члена российского МЧС, который в 67 лет помогает разгребать завалы, и немки, которые этот самый МЧСовец рассказывает про Сталинград. Только при чем тут вообще Япония, правнучка немецких оккупантов, и русский, который лично в войне не участвовал и в упор ее не видел, непонятно. Нельзя, конечно, сказать, что тут вообще никакой логики нет, ибо старик рассказывает историю своей семьи. Нина, не реветь. Кислород уходит. У меня было пять отцов, и все умерли. Я же не реву. Правда, таким же Макаром можно было бы вставить кадры из обитаемого острова, где белозубый Максим рассказывал бы про Сталинград тамошним аборигенам. Ну, родственники у него типа. Адекватно ли это будет? Решайте сами. Как бы то ни было, наступает время войны. Как она начиналась в Райане? С мясорубки, высадки на Амаха-Бич. Показаны и бой, и смерть, и боль. Ужас, страх. С первых же минут демонстрируется, насколько чудовищной была Вторая мировая. И эта гнетущая атмосфера, этот подтекст будет сохраняться до конца фильма. Как начинается война в Сталинграде? С крестящегося пожилого красноармейца. В целом, нормальное такое поведение для человека до революционной закалки. Но разве так должен начинаться фильм про Великую Отечественную, где все-таки не за Бога воевали, а за Родину? Про Советский Союз, где к религии относились известно как? Так или иначе, идет переправа советских войск через Волгу. Причем показана она толково, не прикопаешься. Ночь, как защита от авиации, понтоны, организованность, боевая готовность. Отсутствуют злобные комиссары и вообще какая-либо идеология. Только атмосфера боли и ужаса войны тоже отсутствует. В реальности переправ через Волгу было великое множество. И кошмара там тоже хватало с избытком. Но подобную переправу нам уже показывали. Пусть там были и красноармейцы, как стадо баранов, и злобные комиссары и одна винтовка на троих. Но зато была создана вполне достоверная атмосфера войны. Бондарчук же решил соригинальничать и начать кино тихо, с красноармейцев-профессионалов. Ну что же, необычно, но круто. Зачет в общем. Да только все проявившиеся было плюсы фильма тут же помножаются на ноль. Зачем режиссеру понадобилась эта убогая клоунада, совершенно непонятно. Это как посреди драматического акта громогласно испортить воздух. Короче, клоунада и мерзкий абсурд. Вернемся, впрочем, к сюжету. Ибо масштабную переправу Красной Армии случайно замечает цивилизованный и культурный нацист Канн, валяющий дурака на крыше здания. Да-да, за другим берегом реки, где окопалась вражеская армия, не наблюдает вообще никто. И если бы не праздно шатающийся офицер, дебилы нации атаку бы проморгали. Канн приказывает взорвать резервуары с горючим, которые стоят прямо на берегу реки. За три с лишним месяца упорных боев в них не попала еще ни одна пуля и ни один снаряд. Вот их и используют по прямому назначению. То есть для хранения ГСМ для всей армии, прямо перед самым носом у врага. Логика! В это же самое время в дом проникает разведгруппа капитана Грумова. Завязывается перестрелка с фашиками, которые все покрыты инеем абсолютно все. Если наступили заморозки, то вроде бы холоднее всего должно быть у реки, а вовсе не в горящем городе. Но режиссера, видимо, подобные мелочи не волнуют. Как и вопрос, нахрена в бой соваться с рацией на плечах? Как бы то ни было, Громов находит искомое устройство для подрыва резервуаров. Пока он думает, какой проводок отрезать, черный или черный, на него беркутом прыгает капитан Кан. У фашика на груди серебряный значок за ранение. Мало того, Кан выглядит лет на 15 старше Громова. Но возраст и последствия ранений не мешают ему, шутя, отметелить капитана советских разведчиков. Видимо, так Бондарчук отдает дань уважения немецким убербойцам. Кстати, еще у Кана значок за ближний бой, который учредят только в конце ноября. Немец взрывает резервуары, и огненная волна накатывает на русских солдат. Пока Кан переживает, глядя на дело рук своих, на него подло со спины нападает русский отморозок, причем принципиально позабыв про оружие. Да только куда ему до кавалера двух железных крестов? Фашик выстрелом в ногу убивает бойца Красной Армии, и за каким-то хреном, оставив Громова в живых, гордо удаляется. Основные же части немцев ждут русского мяса. Однако горящие заживо бойцы умирают как герои. Это, разумеется, подвиг. Но учитывая, какую ахинею выдумал Бондарчук для демонстрации силы русского духа, на душе становится мерзко и гадко. Как бы то ни было, бойцы Красной Армии ломятся через огненный котлован. Это, безусловно, один из самых эффектных и эмоционально мощных эпизодов фильма, вобравший в себя два реальных исторических события. Подвиг Михаила Паникахи и так называемую атаку мертвецов, случившуюся, правда, во время Первой мировой. Впрочем, и тут умудрились накосячить. Если со стороны изображающей Советов все прошло безупречно, то Фашиков Бондарчук, безусловно, слил. Посмотрите на эти индифферентные лица. Разве так должны выглядеть люди, напуганные атакой легиона горящих демонов? Есть ли на этих рожах хоть что-то, кроме мыслей о хавщике между дублями? К сожалению, следом за атакой начинается нацистский авианалет. После чего, по мнению Бондарчука, Красная Армия выбита из города почти полностью. Самое время кратко рассказать, чем Сталинградская битва являлась в действительности. Это одно из самых масштабных и важнейших сражений Второй мировой. Да что там говорить, это решающее сражение, в котором была перемолота элита германских войск, а Советский Союз окончательно перешел от обороны в наступление. Сам Сталинград представлял собой мясорубку, где в течение нескольких месяцев непрерывно велись бои. Отличали их массовость и кровавость. Не прекращались артобстрелы и авианалеты. Ежечасно, ежеминутно велись бои. За каждую улицу, дом, этаж, лестничный пролет. В сражениях одновременно участвовало не меньше 40-50 тысяч солдат и офицеров с каждой стороны. Существенную помощь нашим войскам оказывало население оккупированного Сталинграда, которое не тупо сидело в норах, а воевало и работало. На износ, на истощение. Огромное значение имела так называемая война снайперов. Итак, непрерывность, массовость, заинтересованность. Запомнили? А теперь сразу же забудьте. В фильме Федора Бондарчука всего этого нет. Вообще. Что есть? Сталинградские фермопилы. Некий дом, даже не улица, закрывающий вообще единственный проход к Волге, который с двух сторон обступают, безусловно, непроходимые горы. Кроме этого, в фильме есть некий город, почти абсолютно и совершенно пустой. Исключения составляют горст как раз на армейцев и максимум рота насыков. У немцев подкрепление появляется один раз в год. У советов любая переправа уплывает в небытие. Видимо, далеко за пределы карты этой видеоигры. Обе стороны большую часть фильма тупо пялятся друг на друга и занимаются всем чем угодно, но только не войной. Еще в фильме есть зомбаки. Так называемое местное население, которому тупо наплевать и на советов, и на фашиков. Да и тем, в принципе, тоже на них наплевать. Вот такая вот правда по Бондарчуку. Итак, рассмотрев сущность фильма, возвращаемся к сюжету, где Громов подсчитывает потери и обследует дом. Тут-то он и находит подарок от фашиков, связанного корректировщика на веревочке, в елочных гирляндах и маске кролика. Скорее всего так немцы католическое Рождество отмечали. Ну, в ноябре. Рядом, видимо, для большего смеха оставлена рабочая радиостанция. Ну, чтоб, если связанный освободиться, мог сходу навести артиллерию на позиции немцев. Громов, услышав, что корректировщик три дня провел без сна и проспал незаметную высадку Красной Армии, тут же выдергивает ствол и обвиняет парня в том, что это из-за него дивизию заживо сожгли и вообще артиллерийской поддержки не было. А она, видимо, ну очень нужна в считанных метрах от онгорючего. Только если уж на то пошло, именно Громов не смог остановить Кана, который резервуары и подорвал. А теперь именно Громов сваливает свои промахи на другого. Конечно, можно было бы подумать, что Капитан не опытный новичок, только что из учебки. Но нет, ближе к концу фильма Бондарчук поведает, что этот персонаж не психованный дебил, как некоторые могут подумать по его поведению и поступкам, а профессиональный герой, успевший повоевать и в Финляндии, и на Халхинголе, и даже и в Гуанчжоу, что в Южном Китае. Видимо, в 27-м году, когда Громову было лета до 15. Ой, не зря сценарист историю изучал. Я несколько дней в областном архиве клопами дышал, чтобы докопаться до исторической правды. Подчиненный клоун убеждает Капитана оставить корректировщиков живых, ведь у того рация, а радиста разведгруппы убили. Потом отряд Громова спасает девушку Катю, а затем на огонек забредает еще и сержант-артиллерист. Так они и познакомились. Пять мужиков, обугленных двумя годами сражений, и моя мама. Вообще-то не двумя, и даже не полторами, но кого это интересует, правда? Громов, не таясь, вылазит на крышу. Фашисты здесь же, на этой площади. Но им до советского капитана, стоящего в полный рост, нет никакого дела. Зачем Громов на крыше? Оттуда падение случайно подбитого, нарисованного в 3D самолета, лучше видно. Бомбардировщик садится удивительно удачно, даже топливо не сдетонировало, не говоря уже о боезапасе. Потом начинается утро и рассказ о том, как пополняется отряд Громова. За эту ночь гарнизон дома увеличился. Все, кто выжили вблизи, инстинктивно ползли в дом. Что подразумевается под этим «выжили вблизи» не совсем ясно. Мы уже выяснили, что в этом фильме за пределами этого дома у советских солдат жизни нет. Громов, поговорив по радиостанции с начальством, забывает об этой самой радиостанции до самого конца фильма. А зачем она? Верно ведь? Главное приказ отдать. Дом держать. Держать трое суток. Пока основные силы дивизии не перебираются на ваш берег. Ну это мы уже видели. В якобы брошенной на произвол судьбы 9-й роте. Мы даже не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли. Катя вливается в коллектив. Начинается клоунада и цирк. Вернешь? Да на, на, на. Да-да, мы все верим, что люди так и ведут себя в настоящей боевой ситуации. Потом показывают дойчей, где полковник, но почему-то с погонами подполковника, смотрит, как русские нелюди выбрасывают в окна мертвых немцев. И очень негодует по этому поводу. Но и заодно недоумевает, почему люди Кана мертвы, а сам тот жив. Отличный вопрос, нам тоже интересно. Правда, полковник еще тот дурак. Именно поэтому вермахт сейчас стоит на Волге. А скоро будет на границе с Индией. Кан получает приказ взять дом с советами штурмом. И в расстроенных чувствах сваливает кютящимся в подвале русским недочеловекам. Паныть. Один. Что самое удивительное, он свободно приходит и уходит. Живой. Тем временем Громов раздает подчиненным приказы. Да только один из моряков начинает тупить. Мол, я не я и хата не моя. Что делает наш храбрый и мудрый Кэп? Без лишних разговоров приказывает придурка расстрелять. Только в ситуации, когда каждый человек на счету, наверное, сначала стоит попытаться что-то объяснить. Правда? Командир на то и командир. Он нужен не только для того, чтобы приказы отдавать. Громов же ведет себя, как резкий дворовый пацанчик. Привет всем, кто хоть раз сидел на зоне и знает, что такое жизнь, а? Нормально? Ну а пока он раскрывает зрителю лучшие черты своего характера, злобные нацики выстраивают на площади местное население. Эти уроды и подонки находят целую одну якобы еврейку и сжигают ее вместе с ребенком. Вот так Бондарчук показывает, насколько масштабными были зверства нацистов, которые бы в реале уничтожили вообще всех на этой площади, ибо на самом деле были жестокими тварями, а вовсе не носителями либеральных ценностей с аллергией на евреев. Что делает Громов? Сначала пристреливает несчастных, затем взрывает боевого Сардукара с огнеметом, а потом... потом у него срывает крышу. Наш профессиональный герой тут же забывает про все приказы, свой долг, тот факт, что от него может зависеть судьба целой страны, и бросает весь свой маленький гарнизон в атаку. В ответ либерально-демократические немцы отпускают гражданских и встречают советских воинов градом пуль. Вообще на этом фильм должен был закончиться. Однако Бондарчук показывает особых заколдованных красноармейцев, горстка которых тает на глазах, но умудряется насыков отогнать. Особенно доставляет Громов, который, видимо, научился кунг-фу у китайцев, потому что он голыми руками убивает больше врагов, чем пристреливает из огнестрела. Только полетов на веревочках не хватает. Бешеных красных хорьков останавливают только немецкие минометы. Правда, что до этого мешало насыкам снести так раздражающий их дом вместе с красноармейцами этими самыми минометами не совсем понятно. Хотя вы про минометы забудьте, больше их в фильме не будет. В общем, восстанавливается статус-кво. Каждая сторона осталась при своем. Ну, кроме того факта, конечно, что гениальный стратег Громов угрокал в атаке большую часть своих товарищей. Впрочем, немцы потерпели позорное поражение. Погибла куча их солдат. Что в таких случаях должен делать идеальный офицер? Но, разумеется, кого-нибудь трахнуть. Именно так наш либеральный Кан и поступает. Фрейд насилует русскую девушку, которая очень сильно похожа на его умершую жену. Тут на самом деле столько разных психологических заковых, что, наверное, и Фрейд бы застрелился. Но Бандарчука все легко и просто. Пока красный Сэм Фишер потрошит подбитый Хэнкель и Фашиков заодно, на трахавшийся Кан изливает душу изнасилованной Маши, которая не бельмеса, не понимает, что там этот странный немецкий дебил лопочет. Оказывается, сам фельдмаршал Паулюс назвал Кана героем. Разумеется, ни Нэтика, ни Бандарчука не волнует, что это звание Паулюсу дадут лишь в конце января 43-го, то есть через два-два с половиной месяца. Но это еще цветочки, ибо Фашик жалостливо вздыхает. Я пришел сюда солдатом. А ты сделала из меня зверя. Видимо, это Маша его заставила себя изнасиловать и коварно передала половым путем вирус русского варварства. У вас нет ни малейшего представления чести. Бандиты. Ага, а он с дружками просто образец цивилизованности. Проблема, правда, даже не в Фашике, а в сценарии. Ибо в этом фильме эти слова ни к селу, ни к городу. Ведь речь идет о так называемой крысиной войне. То есть об атаках снайперов, вылазках красноармейцев в немецкие тылы, нападениях партизан и тому подобных вещах. Короче, всем том, на что в этом сферичном мирке нет даже намека. Тем временем дебил снайпер из команды Громова троллит Катю, внося своим хамством разлад и в без того маленький отряд. Сам капитан, вместо того, чтобы проявить себя как командир и загасить конфликт в зародыше, стоит за стеной и тупо слушает. Но это только начало одного из многочисленных и длиннющих эпизодов фильма, посвященных не Сталинградской битве, а любовным переживаниям красноармейцев и нравственным метанием Фашика Кана. Так Бондарчук пытается в фильм о войне внести якобы душу, ну, коверкая историю, перевирая боевую обстановку, придумывая абсолютно неестественные ситуации и помещая туда неадекватно ведущих себя людей. Что было в Райане, режиссер тоже пытался внести туда душу, только при этом он уважительно отнесся к истории своей страны. Ничего не извращал и не ужимал театр военных действий до масштаба в дворовой разборке. Его герои, и главные, и второстепенные, вели себя естественно. Через совокупность судеб, множество разных людей на войне показана общая картина войны, которую можно назвать душой этой войны. Вот и весь так называемый секрет Райана. А что получилось у Бондарчука? Ну, если бы он снимал фильм про войну в Анголе, то большая часть хронометража была бы посвящена любовным играм сенегальских макак. И да, я знаю, что в Сенегале макаки не живут. Но вернемся к нашим макакам, одна из которых учит Катю стрелять. Громов находится тут же, в этой комнате, метрах в трех. К колонке с фляжками подбегает фашист. Фашист-ботан, ну, наверное, для большей трагичности ситуации. Клоун-снайпер шипит, вали его. Казалось бы, так и надо, но нет. Я не понял, это тот же человек, что недавно хладнокровно грохнул моряка и корректировщика чуть не пристрелил? Что это за чудный всплеск гуманизма? Этот дебил и правда прошел зимнюю войну, Халкингол, видел зверства нацистов. Почему не он, а клоун в кои-то веки говорит правильные слова? Ты шок знаете, товарищ капитан? Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. И потому пить он идет, жрать, срать, мне плевать с высокого ясеня. Почему мне в качестве адекватного примера снова приходится вспоминать клюквенного врага у ворот? Так убей фашиста, чтобы он, а не ты на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его померзвым стоял. Так хотел он, его вина. Так убей же хоть одного. Так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Как бы то ни было, фашики соизволяют накрыть огнем снайперское гнездо только через пару минут. Немецкий полковник, ошалевший, как и Громов, от бесчеловечной выходки подлого снайпера находит Канна в недвусмысленной ситуации у Маши. Там культурный европеец раскрывает себя по полной. Будем убирать грязь и отбросы. Как думаете, Канна? Она грязь или отбросы? Интересно только, почему правильный нацик в фильме всего один. Громов в это время предлагает Кате свалить. Ибо теперь его отряд внезапно сражается не за родину и за Сталина, а за нее. Мол, если она погибнет, то они сломаются. И это при том, что почти каждый из них уже потерял семью и почему-то не сломался. А теперь вдруг, если они узнают, что умерла девушка, которую они знают всего два дня, то сломаются стопудово. Логика. На обратном пути капитана ждет корректировщик, почему-то решивший, что Громов подкатывал к Кате шары. Сам Громов по петлицам вроде офицера ведет себя как матерый урка. Тихо, я сказал. Ты меня слышишь, не древь, тютя. Это не твоя баба, ты понял? Ты понял меня? Отдыхай. Привет всем, кто в один раз сидел на зоне! Дойчи же начинают обстрел переправы, правда, не видно из чего. Громов вопрошает, а как насчет навести артиллерию? Своих опасных накроют вместе с нами. Совсем недавно снайпер определил, что до фонтана метров 300. От фонтана до Дойчи еще дальше, но корректировщик считает, что наши артиллеристы такие тупые, что накроют немцев вместе с ними. Запомним это. Внезапно обстрел прекращается. Нам показывают толпу советского народа. Так, цивилизованные дойчи, выполняя приказ гуманного командования, убирают грязь и мусор, то есть мирных людей. Само собой, тех ждет спасение. В концлагерях. Кан же мечется по толпе и пытается найти Машу. Не получается. Либеральный Кан прыгает на Кетенкрат и либерально прет прямо по толпе. Маша! 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 Среди десятков Маш только одна неглухая. Но разумеется, цивилизованный Фашик находит свою любовь среди сотен людей и спасает ее от участи тех, кто не похож на его умерших родственников. Тут снова показывают площадь, где отряд Громова стреляет из уцелевшего орудия. Заколдованный Фугас накрывает вражеский склад боеприпасов. Немецкий полковник офигевает, конечно, но когда он видит Кана с Машей, у него вообще сносит башню. И, честно говоря, подобная реакция вполне объяснима. Либеральный Казанова уже давно напрашивается на трибунал. Кан получает приказ взять проклятый дом штурмом или ему кранты. Бравый Кэп готовится к нападению, но единственный танк неподалеку вышел из строя, а в пушке вообще ударный болт полетел. Чем заняты люди Громова? Какой такой долг? Какая такая война? Вы о чем? У Кати день рождения! Ей нужно срочно ванну подарить! И это на фоне того, что Кан примерно в это самое время вдохновляет своих солдат. За этим домом Индия. А в Индии у всех шлюх по шесть рук. Только представьте себе, что они могут одновременно этими шестью руками. Вот это речь! Индия, она прямо за этим домом. Осталось его взять, пройти 4000 километров и вот она Индия с шестирукими шлюхами. Кстати, как подобный инструктаж, пусть и от людей по совершенно другую сторону баррикад, выглядел в районе. Как можно больше земли между вами? Пять человек превосходная цель! На одного они снаряд пожалеют! Берегите стволы от песка! В общем, возбужденные фашики начинают штурм и легко заходят в дом. Без боя. Какие такие завалы? Какие такие баррикады? Какой такой заградительный огонь? Вы о чем? Крепости, они разве для этого нужны? Не хватает только красной шелковой дорожки, потому что Громов считает, что оборона ведется совершенно по-другому. Ведь немцы – это нечто вроде медведей. Главное, мертвым притвориться, и все будет зашибись. Громов приказывает своим людям залечь, а сам потрошит мертвого дойча и вымазывается его внутренностями. Итак, немцы в доме. Тут уже во второй раз фильм должен был закончиться. Однако, как мы помним, оборону ведут особые, заколдованные красноармейцы. Их не берут даже гранаты, взорвавшиеся почти в упор. Суперсилу колдунству, видимо, придают немецкие потроха. В общем, мертвецы оживают и запросто метели численно превосходящих их немцев. Кан спасается, только благодаря тупизне Громова, решившего с ним поболтать. Уважаемые военные, все, руку от лица можно уже отдирать. Штурм закончился. Полкан снова в шоке от действий Кана. Вы позор для всего вермахта. Не то слово. Правда, виноват тут вовсе не либеральный Ромео, а читер-режиссер. Впрочем, тут приходят хорошие новости. Мол, орудие на танке починили. Видимо, заново резьбу накрутили на ударный болт. Нерзкие фашики запросто бы попали прямо через окно точно в Громова и Катю, если бы не Слоуму, которым владеет наш профессиональный герой. Громов успевает заметить снаряд, летящий со скоростью примерно 500-700 метров в секунду, и оттолкнуть Катю от себя. Ну а пока Кан ругает снова заклинившее орудие, там, в доме, прямо среди груд мусора, огня и битого стекла, видимо, и зарождается будущий рассказчик этой ахинеи. Следующие 15 минут фильма посвящены исключительно синегальским макакам. Ну а как же, мы ведь не про самую страшную войну в истории человечества рассказываем, а про любовь? Хорошо, хоть поварихи из девятой роты нет. В итоге, корректировщик, забив на долг, спасая Катю, уводит ее куда подальше. Какие-таки часовые, вы чего? Подходы к дому охраняет особая магическая сигнализация. Фашики тоже совершенно забивают на безопасность. Нет ни снайперов, ни наблюдения, вообще ничего нет. Вот такая вот война. Затем нам показывают немецкие самолеты, по которым кто-то стреляет. Наверное, призраки красноармейцев. Это, пожалуй, единственный раз, когда в фильме появляется хоть какой-то намек на то, что за пределами привокзальной площади вообще существует какая-то жизнь. Громов, разумеется, и понятия не имеет о том, где его люди находятся и чем занимаются. Где, Катя? Астахов, где? Найди. Корректировщик молоток и сам ушел, и товарища подставил. Рискуя собственной жизнью, красный Сэм Фишер отправляется на дебильные поиски. Что в это время делает Кан? А то же спасает свою любовь. Ну, почти. Подстилка немецкая. Мы находимся в таком же офиге, как и немецкий Ромео. Подстилка подстилкой, но ведь это же женщина. Позвольте нам усомниться в том, что подобное могло вообще прийти в голову советскому воину-освободителю. Это вон прогрессивные европейцы на этом поприще отличились. Пока Кан натужно орет, снайпер жует супли, хотя офицеры это приоритетная цель на любой войне. Впрочем, мы многое узнаем не только о нем, но и о гениальном разведчике Громове, который не в состоянии даже скоординировать действия своих людей. Ведь, грохнув девчонку, снайпер заодно подставляет красного Сэма Фишера, к которому в тыл, не спеша и даже не прячась от снайпера, уже заходит убитый горем Ромео. После геройской гибели Семы Рыбакова, Кан становится главным. А тут и подарок. На помощь немчури аж семь танков подходит. Правда, вот беда, танкист однозначно принадлежит к танковой дивизии СС Мертвая Голова, которая в это время огребает люлей под Демянском. К тому же танки она получит лишь в январе 43-го. Как бы то ни было, Кан отдает приказ. Танки медленно движутся к дому Громова. За ними трусливо скрываются нацистские орды, которые уже который день не могут захватить этот заколдованный дом. Почему заколдованный? Да потому что только чудом можно объяснить, почему до сих пор не взята точка, где рулит безалаберный офицер и отсутствует оборона. Танки начинают стрелять по дому, но тут же прекращают. Видимо, это сделано специально для того, чтобы при зачистке дома снова пачками терять личный состав. Так и происходит. Немцев десятки, но до Громова доходит один только Канн. Ну, случайно успел проскочить, пока не открылся волшебный портал, переносящий фашиков обратно к началу лестницы. Так они и будут там бегать до конца фильма. Дальше следует дебильная дуэль, где оба капитана смертельно ранены. Появляется корректировщик, видимо, прошедший сквозь танки, магические порталы и полчища нациков как нож через масло. По рации он диктует следующие координаты. Квадрат 24, долгота 17 градусов, широта 14, как поняли, прием. Очень надеюсь, что эти долгота и широта свои, артиллерийские, кардинально отличающиеся от общепринятых, ибо в ином случае корректировщик дал своим координаты французского чада, что в центральной Африке. Артиллерия шарашит по площади, дом рушится, Катя рыдает. И вот удивление, почему-то живая. Помните первых корректировщика? Своих опасных накроют вместе с нами. То есть корректировщик отказался навести арт-обстрел на Дойче, находящихся минимум в 600 метрах от дома Громова, а Катю спрятал на половине этой дистанции в святой уверенности, что ее не зацепит. И ославится режиссерский гений, ее не задевает вообще. Итак, дом рушится, Катя в соплях, в общем, все умерли. В городе, наверное, теперь вообще никого не осталось, ну, кроме Кати. Такая вот битва за Сталинград. Но заканчивается фильм почему-то снова Японией, бывшей страной Оси, где спасенная немка ищет стар Дорчука. Зачем? Видимо, поблагодарить хочет за интересный рассказ. Это ведь так воодушевляет, лежа под завалами слушать про своих предков уродов. Видимо, чудовищное чувство вины призвано отвлекать от страха смерти. Хитрый такой психологический ход от старого МЧСовца Тролля. В творении Бондарчука по большому счету истории нет, тогда как по Райену эту историю можно изучать. Капитан там носит знаки капитана, капрал, капрала, техник, техника. Показаны реальные номера дивизий и полков, нашивки и обмундирования. Да и хроника событий, разумеется, взята не с потолка. Действительно, оборону немцев прорвали рейнджеры 2-го батальона вместе со 116-м пехотным полком. Союзники и вправду хлебнули горе при высадке и реально использовали бангалорские торпеды для прорыва укреплений и разминирования. Амеры и на самом деле столкнулись со 2-й дивизией СС. Даже пароли и отзывы взяты настоящие, исторические. А что в Сталинграде? Да ничего. Абстрактные солдаты, абстрактные дивизии, абстрактная война. Это фильм не о битве за Сталинград. Нет там ее. Это фильм по очень отдаленным мотивам этой битвы. За маленькую площадь, олицетворяющую весь Сталинград. С перерывами на отпуска и отгулы время от времени сражаются люди, напоминающие советов и нацистов, но ведущие себя как представители абсолютно других культур. Среди толпы либерально-демократических немцев, похоже, совсем равнодушных к тому, что происходит вокруг, есть только один правильный нациг, полковник Хэнзе. Канн это вообще что-то с чем-то. Либерал в вакууме, исповедующий настолько инородные его форме ценности, что непонятно, как он до такой должности дослужился. С советами ситуация лучше, но тоже далека от адеквата. Как должны себя вести люди, измотанные беспрестанными боями и измученные страшными душевными страданиями, я не знаю. Но я точно уверен, что они не могут походить на гиперактивных дерганых придурков, страдающих от сперматоксикоза. Только два человека ведут себя более-менее адекватно. Это персонажи Смолякова и Барабаша. Громов в роли профессионального героя так же убедителен, как Увы Болл в роли Гитлера. Привет, всем, кто вот раз сидел на зоне! Снайпер же это вообще полный трындец. Настолько мерзкого, вызывающего отторжение типа нет даже среди нацистов. С художественной точки зрения фильм Кособок представляет собой серию эпизодов, между которыми нет внятной сюжетной и логической связи. С фактологической точки зрения кино изобилуют косяками и несостыковками. Специалисты, говорите? Специалисты в чем? Историй здесь нет, военное дело облито помоями, а логика содрогается в конвульсиях. Удивляют декорации. Целые стекла в домах, беленькие шторки и шапки. Чего там говорить? Здесь даже грязь и развалины смотрятся гламурно. Разумеется, больше всего убивают так называемые военные действия. Такое ощущение, что фильм снимал человек, который не только в армии не служил, но даже оружие на картинках не видел. Сражения здесь поставлены так, что во время просмотра у настоящих военных может начаться истерика. Оборона отдельно взятого дома даже в клюквенном Call of Duty показана лучше. Снайпер всего один и тот почти все время ведет себя как дебил. Есть минометы, их никто не использует, есть связь со штабом, ее никто не использует, есть танки, их нерационально используют и так далее, почти во всем. Есть ли в этом фильме хоть что-то достойное похвалы? В общем-то да. Снято красиво, IMAX, 3D, все дела, но самое главное, здесь нет злобных комиссаров, одной винтовки на троих, заградотрядов, жрущего младенца в Сталина, насилующего все, что движется и уже нет Берии и другой подобной чухни. Если красноармейцы и ведут себя как идиоты, то только потому, что подобное поведение авторам фильма кажется нормой, а не потому, что они оплевать там кого-то хотели. Однако, согласитесь, довольно странно хвалить фильм не за то, что в нем есть, а за то, чего в нем нет. В итогах, да, это не утомленные солнцем, что уже хорошо, но и до райяна Сталинграду как до луны. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги. Например, исторические. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...